Всем добрый день! Сегодня буду готовить кабачковую икру. Но не на зиму, естественно, а так покушать. С прошлого года я её не ела. Икра очень вкусная, очень. Готовится совсем просто. Так что приступим. Мне понадобится кабачки, морковь, помидорка, лук. Всё. Соль, лимонный сок, растительное масло. Это по ходу буду добавлять. Главное всё измельчить любым способом. Или на крупной тёрке, или как кто может. Всё буду измельчать на этой тёрке. Кофе измельчила и лук сразу измельчаю. Отправила в кастрюлю морковь. Пару столовых ложек налила растительного масла. Кастрюлю берите такую, чтобы в ней не пригорали овощи. И тушим. И осталось измельчить кабачок. Загрузила кабачки. Дальше всё сушится. Теперь помидор нарежем. Нарезаю небольшими кусочками. Добавляю к овощам в кастрюлю помидор. Не солим, не крышкой не накрываем. Перемешиваем и пусть тушится. У меня ещё замороженные помидоры. Добавлю в кастрюлю. Тушится. Видите, полно жидкости. Должна выкипеть минут 20. Пусть тушится до готовности овощей. Вот. Жидкость почти вся выкипела. Чуть-чуть и всё. Ну, уже всё выкипело. Теперь нашу икру доводим до вкуса. Мы её не солили, ничего не добавляли. Добавляем соль. По вкусу. Так. Немного сахара. Лимонной кислоты. Немного. Вот так, видите. Лимонной кислоты. И кетчуп. Я говорила. Но это я так люблю. Ещё кетчуп. Он мне приятный вкус добавляет. Вот так. Перемешиваем. Пробуем. Минут 5 кипятим всё вместе. Чтоб наши вкусы все соединились. И выключаем. Всё готово. Достала блендер. Будем сейчас измельчать в блендере икру. Прямо горячую закладываю в икру. Измельчаем икру. Попробовала икру. Для меня вроде как чуть соли не хватает. Я добавила. Всё, вот видите. Гладенькая икра готова. Перекладываю её опять в ту же кастрюлю. И 5 минут прокипячу. И всё. В кастрюле 5 минут прогрею. Помешиваю немного. Икра готова. Спасибо, что посмотрели видео. Приготовьте эту икру. Кастрюлю. Она очень вкусная. Кастрюлю. Кастрюлю. Смотрите мои видео. Смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.